Теперь давайте по поводу прибора. Как проверить, правильно ли вам делают регировку фар на станции техобслужащих. Есть такой прибор. Вот он. Приезжаете вы на станцию. Походит к вам. Регулировщик фар, дядя Вася или дядя Петя. Вы ему говорите, отрегулируй у меня фары. Он говорит, сейчас все отрегулирую. Как вам его проверить? Так, смотрите, ребят, что должен первым сделать дядя Петя или дядя Вася, который собрался вам регулировать фары. Он первонаперло должен выровнять продольную ось вашего прибора относительно автомобиля. То есть все сказки про то, что вы перпендикулярно сами по себе заедете напротив его прибора, это детский сад. То есть, если вы видите, вот они иногда любят в сервисах делать под колесами такие у них три направляющие. И когда им задаешь вопрос, говоришь, ребят, а что вы прибор-то не выставляете? Они говорят, ну, у нас же вот эти три направляющих, они уже ровные, а вы типа заехали на автомобиле уже перпендикулярно, вот сами по себе взяли и заехали. Это, конечно, бред. То есть прибор надо обязательно выставлять под каждый конкретно заехавший автомобиль, перпендикулярно. И сейчас я покажу, почему. Ребят, вот смотрите, я сейчас навел камеру вот именно на прибор, как раз, чтобы вы видели, насколько важно выставлять именно прибор относительно автомобиля. Если дядя Вася возьмет и неправильно выставит прибор, то вот смотрите, что происходит. У вас при регулировке будет казаться, что ваши фары надо очень сильно завернуть влево. То есть вот начало подъема должно быть вот там, где плюсик. Я сейчас сдвинул прибор и видно, что пучок сместился вправо. То есть если по такому прибору регулировать, то вам фары заведут очень сильно влево. И при езде у вас левая фара будет косить очень здорово в сторону. Поэтому, еще раз повторюсь, очень важно выставить вот этот прибор. Поэтому не верьте, не дяде Васе, не дяде Пете, которые говорят, что прибор у нас ездит по направляющему, а машина заезжает ровно. Для этих целей как раз в приборе существует вот такое вот зеркало. На нем нанесена прямая линия. Для этого это зеркало поворачивается, смотрится одним глазом на эту линию, чтобы искажения было меньше. И вот эта линия должна пройти именно через два одинаковых элемента слева и справа части автомобиля. Для того, чтобы гарантировать, что прибор будет стоять именно ровно напротив автомобиля. Так, ну вот, я не знаю, видно вам будет или нет, но я вот сейчас выставил именно по вот этим болтам вот эту линию, чтобы гарантировать ровную установку прибора. Так, смотрите, второе, что должен сделать вам регулировщик фар, это выставить вот этот вот уровень в положение, которое будет говорить о том, что прибор стоит горизонтально. Для чего надо это сделать? Сейчас покажу. Вот смотрите, ребята, на регулировку фар и что будет, если этот уровень будет не выставлен. То есть, вот смотрите, если дядя Вася забудет вам выставить уровень, то у вас получится вот такая параша, как будто ваши фары светят в космос. При условии, что они правильно отрегулированы. Поэтому подойдите, не поленитесь и посмотрите, стоит ли вот этот пузырек именно в центре. Ну, соответственно, в другую сторону, если дядя Вася ошибется, или ему будет лень это выставить, то ваши фары будут светить, как будто бы вниз, и он начнет вам их задирать больше, чем того требовало. И третье, ребята, что должен сделать дядя Вася, это выставить вам угол, по которому он будет регулировать. Вот такое колесико есть. Оно на других приборах может быть и по-другому как-то регулируется, но он однозначно должен это сделать. Смотрите, оно поворотное, на нем можно выставить различные углы. Вот угол, соответственно, 0, то есть это фары будут светить параллельно дороге. Угол наклона 0,5 процента. Это 1 процент. Вам, соответственно, надо выставить вот угол, который у вас стоит на фарах. Сейчас я покажу, что будет, если этого не сделать. Вот, обратите внимание опять на экран, я начну двигать. Видите, если здесь вот будет стоять 0, то ваши даже ровно отрегулированные фары, будет казаться, что ваши фары светят слишком низко, хотя на самом деле они светят нормально. Потому что они будут, тогда их вам будут регулировать по неправильному углу. Поэтому, опять же, повторюсь, не поленитесь, подойдите и посмотрите, насколько выставлена вот эта вот вещь. Ну и еще основной моментик, это ось прибора и ось центр фары должны совпадать. Так, ребята, а сейчас я хотел вам показать, насколько уменьшается поток света, идущий на дорогу, если вы будете задирать фары больше, чем надо. Смотрите, при правильной регулировке фар, прибор показывает порядка 18 килолюкс. Это если фары отрегулированы правильно. Сейчас я задеру прибор, и мы посмотрим, насколько уменьшится показание прибора. Крутим регулировочный винтик. Вот смотрите, фары у нас задрались. И показания вместо 18 килолюкс уже стали 14,5 килолюкс. Так, я вернул все обратно. Вот поэтому крайне важно не задирать свои фары больше, чем того требует производитель. Иначе света на дороге будет меньше. Так, ну, ребят, простите, если немножко сумбурно рассказал, потому что было неудобно и делать, и снимать, и объяснять. Не так много я еще снял видео на эту тему. Если эта информация была интересна, ставьте палец вверх. Если ничего не поняли, и это полный бред для вас, ставьте палец вниз. Кому интересно, подписывайтесь на канал. И до новых видео.